Всем привет! Сегодня мы разберем вот такой вот мобильный сканер, который я нашел на барахолке. Да, давно я хотел подобную вещь разобрать. Вот так он выглядит. Конечно, старый говно мамонты. Ну да ладно, да-да-да. И именно такой он на моем канале тоже будет, потому как это самое. Содержит лазер. Да. Так, смотрите. Кому конечно нравится. Так, булочки открутил. Специально для вас все. Так, ну чё ж. Эй, телефон. Здесь какая-то флешка вылетела. Телефон реально задолбал расфокусироваться. Это переходник какой-то. Флешка, я так понял, сперли уже. Да. Кто бы мог подумать. Это, оказывается, крышечка. А я думал, что так оно и должно быть. Стеколочка здесь с этим напылением. Ну, конечно, еще пахнет паленым. Не знаю, почему я так понял. Его спалили. Да, кстати, аккумулятора у меня не было. Вот этого. Так, и что самое главное, конечно, меня здесь синтезует, это сам, как устроен сам сканер. Вот это сам сканер, как устроен. Как там стоят зеркала, как там стоит лазер. Так. Ну чё ж, давайте открутим, вот там зеркалик такой стоит. Ну, просто сканер из трехкода. Так, где у меня здесь открыточки. Ну, сейчас мы открутим. Надо посмотреть, как устроен сам сканер. Потому что, в принципе, мне здесь больше ничего не надо. Мне здесь больше ничего не интересно. Мне здесь интересен сканер. Уху, блин. Звинтили, ну, прямо, значит, на совесть. Ну, тут такой, довольно-таки маленький. Да, хрен с ним. Это, ладно, конечно, в конце мы это разберем. Вот сам сканер штрихкодов. Очень мелкий. Сейчас вот так приблизим. Сейчас мы открутим эту платку маленькую и посмотрим, что хоть там такое. Как он... Да, вот так чуть-чуть. Как он хоть устроен. Что там хоть понапичкали? Как там вообще лазер стоит? Как там сканирующее зеркало? Как там все выполнено? Потому что масштаб, ну, довольно-таки маленький. По поводу, конечно, сделать из нее что-то стоящее. А что, стоящее? Мне кажется, стоящее, конечно, вряд ли что получится. Ну, как минимум, какой-нибудь простенький лазерный проектор, если допустим. Подать сигнал, но я, конечно, покажу, куда сейчас. Так, ну что ж, давайте попробуем вынуть все это дело. Вот, я блончики открутил. Попробуем сейчас вынуть сам сканер. Вон здесь еще какой-то болт. Ну, так сказать, не пожалели. Блин, завинченный конкретно. На совесть, так сказать. Так, сканер, оказывается, еще меньше. Во много раз прямо. Так, вот здесь стоит лазерный диод. С бачку, так сказать, мерз. Ну, в принципе, не аж, а это самое стандартное. Три вывода. Регуляторов мощности лазера, конечно, нету. И попробуем снять плату сейчас. С уголока как-нибудь. Только у меня тут возникает вопрос. Может, здесь где-то что-то припаяно? Чем мелкая, и, скорее всего, хитрожопая. Как это обычно оно бывает. То есть, чтобы прямо так здесь просто разобрать. Может, здесь что-то припаяно? Вот здесь. Так. Сейчас надо попробовать спаяние как-то подпаять. Так. Так. Насколько, конечно, долго горится? Ну, будет, да. Прям целый вопрос, бля. Ну, да ладно, нафиг. Так. Пока отложим. Пока появление греется. Не буду я на паузу ставить. Вот мы его пока отложим. Продолжим разбирать, бля, гребаный телефон. То есть, пока греется погиб. Так. Сейчас я отдалю. Вот так, чтобы было. Снимаем эту шляпу. Ну, там, короче, какая-то антенна, бля, походу. Так. Звездочка, бля, очередная. Очередная. Что-то я говорю. Поставили бы крестовые. Вот, задолбали вот эти вот прикольные болты такие-то. Я когда ещё телефоны ремонтировал, да-да-да, я этой херней занимался. Было время. Мобильники эти. Так, так. Уууу, сколько. Прям. Крути не хочу, называется. Отсоединение. Как с ним были? Всякая херня там, бля. Штук, конечно, мне кажется, не особо из дешёвых. Ух ты, ух ты, ух ты. А, шли в дисплее. Ух, какая тема, бля. Чего только, бля, не намешано, блядь. Экранированно, блядь. Даже кому это дополнительно есть, блядь. Ну, вообще прикольно. Эта хер знает, чё такое. Мада я на коре, я, блядь. Это, кажется, насрать. А, вот ещё, блядь. Шляху тормозит нас. А, хрен сихтулочки какие-то. Может, блядь, тут здесь так же сделанный. Сейчас мы докопаемся до дисплея. А там ещё, блядь, булочки на. Которых, наверное, скорее, тоже, опять же, немало, блядь. О, вот так вот шляп. Выглядит всё. Погумав, он так вынится. Да нет, так он не вынится. Взял всё прочно. Какая-то херня, скорее, на складах работа должна быть. В мега суровых условиях, блядь. Где, возможно, и кидать, и бросать. Вот, поэтому сделано на совести. Капец, капец, блядь. Сейчас мы всё делим на фиг. Работу, чтобы не захотел. Болт, что ли, где-то стоит, блядь. Что-то не хочет, наверное. Что-то завинчено, блядь. Кнопочная тема отвалилась. Что-то тоже какая-то фигня, блядь. Текстолитовская. Добрались, блядь. Ещё одной. Хм, прикольный. О, он какой-то динамид здоровый, блядь. Здоровый прям такой. Как-то, можно выдумать, но мне не хочется заморачиваться. Потому как я сейчас разбираю, я тут жду, когда нахерится паяльник. О, дисплей. Сенсорный канал припаянный к самому дисплею. Ну, уже история. Кстати, тоненькие щеколки хорошие. Для всяких там самодельных лазеров. В роли как герметизации трубки. Ну, это для тех, кто вообще помешанный, наверное, как я. Кранчик. Ну, ладно, херстинг. Форд всё нагрелся у меня здесь. Переходим опять к сканеру. Сейчас мы поем здесь вот эти два контакта. Я так понял, эти два контакта идут на колебающую катушку, которая колеблит зеркало, чтобы она хоть какие-то полосы рисовала. Так. И... Ну, давай лазерный диод тоже поем. Паяли. Так, ну чё ж. Если вот судить вот так. Как всё дело работало. Открываем. Ну, здесь стоял. Фотодиод. Вот здесь он стоял. Фотодиод. Здесь стоит лазер. Так, ещё раз. Вот здесь стоял фотодиод. Вот здесь стоит лазер, который просвечивает красненькое стёклышко. Так понял, светофильтр какой-то. Так, давайте попробуем сейчас вынуть. У нас здесь что-нибудь это было. Ага. А, нет. Это линза. Хитарожопая линза. Это линза, у которой... Точнее, не линза, а призма даже. Хитарожопая линза. Вот и... Не знаю. Телефон не передаст. Но вот если посмотреть... Вот так. Там четыре треугольника. Внутри. Какая тут такая фигня. Поближе. Сволочь. Улететь решила. Так. Так. Ну, наверное... Это очень любопытный, наверное, разглядел. Показать... Просто хочу показать подробно некоторые вещи. Там внутри вот так четыре треугольника сделано. Так. Ну чё ж. Денем дальше. Зеркало. Через него светит лазер. Вот этот. На свет попадает сканирующее зеркало. А сканирующее зеркало отклоняет небольшой электромангнид. Ну, то есть, катушечка испускает электромангнидное поле. А... Так, давайте... А вот... Блин. А вот катушечка испускает электромангнидное поле. Точнее, ну, импульс на неё поддаются сплаты. Небольшие. И она колеблит от бангнит. А... Снимается? Нифига себе. Прикольно. Сейчас мы вам даже это покажем. Так как магнит сильный, довольно таки... Довольно таки конкретно. Прямангнид из котлёрки. Вот. Вот. Вот так. Блин. Ну, телефон. Вот так вот. Он выглядит. Зеркальце. Зеркальце, конечно, кажется прозрачным. Но, на самом деле, на нём он близк красного. Такой небольшой. Но, когда через неё смотришь, оно просто прозрачное. То есть, оно создано, чтобы отражать красный. Да. Так. А вот это что такое? Да. Отражает чисто красный цвет. Я так понял, пропускает все остальные. Такие. От катушки ничего не идёт, конечно, к тому зеркалу. Но колеблется за счёт магнитного поля. Да ёль. Вот так. Так. Очень интересно, как там фокусируется сам диод. Сейчас попробую его вытащить. У меня как-то ничего не получится. Ну, то есть, вот здесь какая-то балда есть дополнительная. А чё там хрен знает. Знать, что в наше время лишним ничего не поставит. Ну, то есть, лишнего металла. Походу, хорошо запрессованный. Ну, просто чё хочу сказать. Внутри там, может, конечно, что и есть. Конечно. Попробую его вернуть оттуда как-нибудь. Из-за любопытства. Всё равно он мощность небольшой. Всё-таки вынимается. Чё-то из него такое, интересно, вряд ли сделаешь. От дивидитов впихнуть, и то он круче будет. Ого. Сейчас я его выну. Надо показать сам диод. Вот. Вот. Вот такой сам диодик. Там стоит… Сейчас посмотрю. Ринза, которая фокутирует луч в маленькую дырочку. То есть, из дырочки он проходит через это зеркало с дыркой, попадает на сканировшее зеркало. Потом от сканировшего зеркала, отражённый… уже… Точнее, от сканировшего зеркала он попадает на объект, кто сканирует. От объекта, уже отражённые лучи, попадает назад на зеркало, вот на это, которое тоже дрыгается. Потом от этого дрыгущего зеркала попадают вот на это зеркало. Так какая-то самая здесь стоит. Красный… Красный кубик с призмами. Назад он не пропускает уже ничего. Точнее, либо пропускает, но уже меньше пропускает, чтобы переотражения не было. А потом попадает на фотодиод. Так считывается информация из трехкодов. Поближе. Так… Идиот… Конечно, идиот маломощный, что там ещё сказать. Ну чё ж… Кабу… Ну ёб… Чё ж, кому понравилось… Смотрите про подобную фигню. До свидос. Далее…